На днях состоялось, на первый взгляд, крайне заурядное событие. Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований субъектов федерации. Система пытается быть собой, жить так, будто ничего не случилось. Но вот Путин прежде быть уже не может. Регулярные встречи с разными группами граждан – органическая часть любой избирательной кампании. Они повторяются в каждом выборном цикле. Цель таких встреч довольно банальна. На каждой из них избирателям должны показывать какого-то нового Путина. С аграриями он должен говорить о дотациях к сельскому хозяйству, с бизнесом – о налогах и защите прав собственности, о проверках и беспределе силовиков, с учителями и врачами, разумеется, о зарплатах, с пенсионерами – о тарифах ЖКХ. А выступая перед военными, напомнить, что у России все еще есть ядерная бомба и чуть что весь мир в труху. Короче говоря, Путин должен быть на любой вкус. От либерального экономиста до советского чекиста. Каждая крупная группа жителей России и граждан должна услышать нечто обнадеживающее о своем ближайшем будущем. Мы видим, что политтехнологи-то работают, как работали. Путину организуют самых разных слушателей. От солдатских вдов до глав муниципальных образований. Дают возможность говорить на самые разные темы. Вот только они, Путину, эти темы не интересны. Путину интересны война и подробности обращений с чужими половыми органами. На эти две темы он готов говорить бесконечно и с кем угодно. Давайте поговорим о них и мы. Время от времени среди высшего политического руководства России, компактно проживающего в Совете Безопасности, возникает какая-то сквозная тема. Какой-то мем, который они все дружно начинают транслировать в паблик. То они переживали о биоматериалах. Это еще за несколько лет до войны было. Уже все давно забыли. Но тогда Путин и окружающие его пожилые бездельники без конца рассказывали о неких злодеях, которые целенаправленно по всей стране собирают биоматериалы разных этносов. И активно намекали, что делается это, мол, с целью подготовки геноцида. То вот эта вот дивная история с родителем номер один и родителем номером два. Помните такое? Ну вот так устроена любая бюрократия в любой стране, что не оперирует она понятиями мама и папа. Если мы откроем любой российский бланк, где требуется родительская подпись, то с изумлением обнаружим именно такое нейтральное определение. Подпись родителя или законного представителя. Потому что бюрократии нет дела до семейных отношений, а уж тем более до чьей-то половой принадлежности. Ей достаточно получить подпись формального ответственного взрослого, чтобы снять с себя ответственность за несовершеннолетнего. Но кто-то принес Путину злосчастный шведский формуляр. И эта бумажка до того впечатлила стариков, что до сих пор забыть не могут. Несколько дней назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что российские солдаты воюют против третьего туалета в школах. А вчера к той же проблеме, к отсутствию гендерного маркера у отхожих мест, обратился и Владимир Путин. По его мнению, россияне возвращаются с Запада именно что из-за единых туалетов для мальчиков и девочек. Видимо, высшее российское чиновничество вновь там что-то промеж себя обсудило, между собой возмутилось, а теперь хотят и публике открыть глаза на такой вопиющий образец западного грехопадения. Прежде чем пойдем дальше, давайте выскажем настолько же новаторскую, насколько очевидную истину. Туалет — это сущность в принципе гендерно-нейтральная. Млекопитающие в целом и приматы в частности не зашли в половом деморфизме так далеко, как какие-нибудь, ну не знаю, банановые пауки. Если бы наши девушки были бы больше мужчин в три раза, тогда действительно дамские комнаты для шестиметровых пользовательниц представляли бы собой отдельные инженерные сооружения. Но люди по меркам животного мира физиологически довольно одинаковы. Выделительная из антисистемы у нас тоже устроена схожим образом. Ни у кого она на лоб не выводится. Когда слушаешь отдельных представителей российского начальства, кажется вообще-то, что надо бы. Но вообще-то нет. Никто у себя дома, даже те, кому повезло иметь больше одного санузла, не делят их на мужские и женские. В поездах, самолетах, на заправках, во множестве кафе, ресторанов и офисов нет никакого гендерного деления. Девочки и мальчики, хуже того, мужчины и женщины, просто закрываются в отдельных кабинках и чувствуют себя вполне нормально. Унитаз, он вообще предмет универсальный. Подходит всем. На этом просветительская минутка на канале окончена. Можем переходить к сути. Так вот, началось все с поста губернатора Беглова в телеграм-канале. Навестил наших ребят в госпитале. Оттаял душой в этом общении, где тебя понимают с полуслова. С бойцами легче всего разговаривать на политические темы. Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах-туалетах, где вместо двух помещений для девочек и для мальчиков три помещения, для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем. Просто представьте себе картину. Раненый солдат открывает душу Беглову. На войне я видел страшные вещи. Огненное зарево, перепаханные снарядами поля. Я видел смерть товарищей и гендерно-нейтральные туалеты в украинских школах. По словам губернатора, выходит, что все ровно так в больнице и было. Я уж не говорю какое-то неуважение к тем, кто в этой больнице находился. От подобных откровений немного прифигел даже Олег Царев, бывший украинский депутат, который перебежал в Россию. Вот он прям пишет. А у админа губернатора, пресс-служба, уберите пост, засмеют. Нет в Украине в школах трех туалетов для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных. Однако его так и не услышали. Через два дня идею смертной схватки с нетрадиционными туалетами подхватил президент. Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек. Или еще что-то там. Это видео я записываю в Париже. Мы выступаем со спектаклем в разных городах Европы. И у нас каждый раз почти полный зал. Людей, у которых почему-то вопрос про туалеты далеко не в первой десятке по популярности. Ни разу не слышал, что спрашивали. Послезавтра, кстати, будем в Риге, а потом в Таллине, Цюрихе, Милане и в Израиле еще. Такая вот нативка у нас тут. Билеты в описании. В 2016 году в российской системе власти произошел занятный курьез, на который мало кто тогда обратил внимание. Министром образования назначили историка-религиоведа Ольгу Васильеву. Религиозного человека с консервативными взглядами. Это назначение поначалу вызвало напряжение у либеральной общественности. Но вскоре в ужасе оказались не либералы, а путинское чиновничество. Они наивно полагали, что новый министр ходит в церковь и говорит про долженствование и духовные ценности, потому что так нынче модно. А нарвались они вдруг на человека с искренними убеждениями, который своим не лицемерным, а самым искренним традиционализмом стал системе страшно неудобен. Что вообще важное свойство отечественного политикума. Они не приемлют тех, кто взаправду во что-либо верит. Кто не готов колебаться вместе с генеральной линией. Для них такой человек по определению диссидент. И неважно либерал он или консерватор. Так вот, пока высшие функционеры не задвинули Васильева куда подальше, она прям-таки резала правду матку, нарушая все сложившиеся в вертикали власти правила приличия. Одной из самых острых тем были тогда как раз те самые туалеты. В октябре 17-го года Ольга Васильева объявила на всю страну, что в России 3400 школ имеют туалеты на улице. У 2700 школ вообще нет канализации и отопления. А то был на минуточку уже 18-й год путинского правления. Единственный случай за последние четверть века, когда высший чиновник всерьез поднял насущную проблему гендерно-нейтральных туалетов для школьников. Только не на загнивающем западе, а в России. Ведь если школьная уборная это будка с выгребной ямой, далеко не всегда вы обнаружите на двери буковки М и Ж. Настоящего традиционалиста, который волею случая оказался в министерском кресле, такая ситуация привела в ужас. Вот она и стала бить во все колокола. С ней система разобралась быстро. Сначала Миноборнауки разделили на два разных министерства, оставив Васильевой лишь один из обрубков Министерства просвещения, а потом убрали и оттуда. Затем в 21-м году портал ВАД открыл британский производитель бытовой химии Доместос. Он объявил конкурс на худший школьный туалет в России, пообещав отремонтировать шесть из них. Со всей страны стали приходить фотографии. Фотографии похожи на декорации фильма «Пила». Даже если вдруг попадался снимок отремонтированной уборной, то тогда она поражала отсутствием кабинок. Да что там кабинок? Даже перегородок нет. Это не извращенцы из НАТО предлагают детям сидеть на унитазе на глазах друг у друга и у взрослых. Пусть и того же пола. А наши российские школы. Вопрос общественных уборных в России вообще-то является важной политической темой. В некотором роде это вопрос отражения нашей реальности. В 21-м году я сам был в шоке, когда просматривал фотографии с сайта Доместос. Я-то в школу ходил не в России и таких туалетов никогда не видел. Для начала дайте определимся, какой общественный туалет главный в жизни человека, раз уж мы тут про туалеты сегодня. Так вот, очевидно, что школьный. Школы – это не только образовательные учреждения, но и просто здания, где человек проводит 11 лет своей жизни. Очень многие представления о норме, об отношениях в коллективе и быте мы выносим именно из школы. В 22-м году в одном из конкурсов Доместоса победила гимназия из Санкт-Петербурга. Унитазы без кабинок и перегородок расположены в полуметре друг от друга. Можно даже очень скрепно за руки подержаться. Интересно, как в традиционные ценности вписывается подобное совместное времяпровождение. Зато на фасаде гимназии есть огромный транспарант с интересным набором слов. Музей спецназ за отечество. Но были в проекте Доместоса и другие ужасающие примеры. Каждый из таких туалетов – чистой воды глумления над школьниками, унижения их человеческого достоинства, вообще-то на самом деле. Это совсем не смешно. Мне говорили, мол, чему ты удивляешься, ничего особенного. Везде так. Но ни в какой цивилизованной стране так быть не может и не должно. А между прочим, помимо школ, есть в нашей стране еще поликлиники, больницы. Как-то прославился туалет в Пензенской городской клинической больнице. Там не посчастливилось побывать исландской танцовщице Ханни Мун. Посещение больницы и туалета она сравнила с попаданием в фильм ужасов. А Пенза, вообще-то, это столица региона. Город с полумиллионным населением. Президенту, у которого и на 18-м, и на 25-м году правления в школах и больницах творится такая дичь, стоило бы заниматься не инспектированием туалетов в Соединенных Штатах, в Украине или в Евросоюзе. Тем более, что изучает Путин зарубежные сортиры явно не по объективным данным, а через свою же пропаганду, у которой работа такая, отыскать какую-нибудь единичную хрень в 330-миллионной Америке или 450-миллионном Евросоюзе и показывать ее везде. Если так не удалось хрень отыскать, то незазорно и выдумать, чтобы потом носиться с ней, как с олимпийским факелом. Смотрите, мол, глядите, какие у них там нравы. Деградируют и загнивают. Но даже если бы это, допустим, было бы правдой. Допустим, в западной стране действительно страшно в туалет зайти, а еще страшнее отпустить туда ребенка. Но почему это должно заботить президента России? У него в собственной стране дети и пациенты больниц переживают каждодневные издевательства над физическим и психическим здоровьем. Отдельный привет губернатору Александру Беглову, у которого из-за разваленного ЖКХ во второй столице России люди мерзнут и не могут помыться. В том числе не могут нормально, в тепле и комфорте сходить в туалет в собственном доме. Проблемы с отоплением сразу в нескольких районах Петербурга начались еще в ноябре. А в январе их даже подсветили федеральные СМИ. У нас в комментариях под одним из роликов было много петербуржцев, которые писали, что сидят посреди морозов без элементарных удобств. Вот этим бы вообще заняться бы Беглову. На нашем канале вышла целая серия роликов про города на востоке Украины, какими они были и что с ними стало после их освобождения. Одно из видео мы посвятили отдельно взятой школе номер 66 в Мариуполе. Накануне полномасштабного вторжения в Украине стали ремонтировать и модернизировать социальные учреждения, больницы, поликлиники, детские сады и школы. Удалось получить множество европейских грантов, на которые не гендерно-нейтральные туалеты делали, а проводили реконструкцию и закупали электронику, ноутбуки, 3D-принтеры. Школы в 70-тысячном Бахмуте или 10-тысячной Марьинке выглядели не хуже лучших школ Москвы. Что-то сделали еще при Петре Порошенко, а Владимир Зеленский вообще запустил президентскую программу «Большое строительство». По этой программе в первую очередь приводили в порядок именно восток страны, рядом с границей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В том был разумный политический расчет. До февраля 1922 года жители Донецка и Луганска регулярно ездили на ту территорию Украины, которая контролировалась киевскими властями, чтобы снять пенсии и пособия, которые Киев исправно им начислял. Ну или чтобы воспользоваться исправным банкоматом. Поэтому Зеленский стал вкладываться именно в города вроде Бахмута или Марьинки, чтобы жители непризнанных республик сами увидели разницу. В конце 1921 года Зеленский вслед за большим строительством инициировал программу «Новое село». И началась эта программа не где-нибудь, а в селе Шульгинка, что неподалеку от Луганск. Вот представим на секунду, что мы не граждане нашей страны, а инопланетяне, которые смотрят на войну между Россией и Украиной беспристрастно, с околоземной орбитой. Что мы тогда увидим? Есть огромное государство с неисчислимыми природными запасами, с прорвой денег от торговли нефтью и газом, с образованными, трудолюбивыми и креативными людьми. С такими ресурсами можно построить страну, в которую весь мир будет ездить, восхищаться и писать статьи о русском чуде. Но власть в этой стране тратит огромные деньги и человеческие ресурсы не на чудеса, не на то, чтобы устроить жизнь у себя, а чтобы уничтожить города-соседов, которые и близко не настолько богат, но все же находят средства, чтобы сделать классные школы или починить дороги. Вот что можно подумать, глядя со стороны на государство, которое развело страшную разруху у себя, а потом приложило все усилия, чтобы принести разруху другим? Что за люди во главе этого государства, которые при всем этом постоянно и с чувством морального превосходства обсуждают происходящее в куда как более развитых странах? Нынешнее руководство России – это просто какое-то недоразумение. Недоразумение, которое развязало войну и уже два года не может понять зачем. Они десятки тысяч людей в ней угробили, весь цвет армии, Черноморский флот потеряли. Страна в мировой изоляции, полстраны в нищете, полстраны замерзает. Какие нахер гендерно-нейтральные туалеты? У вас там все дома. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Катца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала «Назавтра», а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com. До встречи в вашем городе!